Сегодня лекция будет по поверхностным явлениям, адсорбции и коллоидной химии, коллоидным растворам. Разберем для начала свойства поверхности и сравним поверхность с объемом. Если мы посмотрим на слайд, на картинки, то на первой картинке, которая сверху, вы можете увидеть молекулу. Вот она, которая окружена со всех сторон молекулами такой же точно фазы, с такими же точно свойствами и следовательно с одинаковой силой взаимодействия по всему окружению. Можно было бы сказать, что равнодействующая всех сил взаимодействия для такой молекулы, она равна нулю. Вот. И вот эта горизонтальная черта, которую вы видите. Вот эта горизонтальная черта, G, которая разделяет жидкость и газ, это граница раздела фаз. То есть та самая поверхность. Теперь посмотрим на картинку, где молекула показана на поверхности. Как вы видите, с одной стороны такая молекула окружена такими же точно молекулами со стороны жидкости. А со стороны газообразной фазы молекулы совершенно другие. И следовательно взаимодействие внутри жидкой фазы и между фазами, то есть для молекулы, контактирующие с газообразными фазами, будет не одинаково. Поскольку взаимодействие поверхностных молекул с газообразной средой, с молекулами газообразного вещества будет слабее, чем внутри жидкости, следовательно возникнет сила. Ее можно было бы называть силой внутреннего давления, которая, если отнести ее к площади поверхности, будет показывать нам величину поверхностного натяжения. То есть введем такой термин, как поверхностное натяжение, выделено синим. Обозначим его буквой сигма. Вот эта буква сигма нарисуется как кружочек, как буква О с таким хвостиком. И вот эта энергия, которая будет приходиться на площадь поверхности, или в терминах нашей термодинамики, отнесение свободной энергии гипса G к площади поверхности S, или джоульный метр квадратный, и будет характеризовать вот эту разницу силы взаимодействия на поверхности и внутри объема. К чему это приведет? Если внутри жидкости силы взаимодействия межмолекулярного больше, а межмолекулярного на границе раздела фаз меньше, то за счет этой стрелочки, которая направлена вниз, силы этой жидкость начинает менять форму и сжимается в наиболее экономичную форму, форму сферы. Мы это видим как капли жидкости. Представим себе, что мы открываем кран, и жидкость медленно вытекает, и нам, конечно, привычно, что жидкость вытекает по каплям, они распыляются в атмосферу нам в виде молекул, а причина этого именно то, о чем мы говорим. Наличие поверхностного натяжения, наличие силы, направленной внутрь фаз, и волшебное дельта G, которое мы знаем, что в самопроизвольных процессах, как, например, переход жидкости в состояние капли, становится отрицательным, меньше нуля. Поэтому все то, что происходит с жидкостью при вытекании, как образование капли, это все сопровождается уменьшением свободной энергии гипса, в данном случае на поверхности. На поверхности. Ну, много всего сказали, да? Значит, понятно, что, должно быть понятно, что молекулы на поверхности и молекулы в объеме, они характеризуются разными силами межмолекулярного взаимодействия. Если мы посмотрим на табличку, следующий слайд, где будет показано поверхностное натяжение различных веществ, можно увидеть, что самое высокое поверхностное натяжение у воды. А из приведенных жидкостей, таких как глицерин, некоторые физиологические среды, кисусная кислота, тунол, и самое низкое поверхностное натяжение будет у гексана. Вопрос вам, чтобы вы там не заскучали на той стороне нашего эфира, почему, как вы думаете, у воды максимальное поверхностное натяжение, а у гексана минимальное? Какое свойство, разное у этих двух жидкостей, будет как раз и вызывать такое различие в величине поверхностного натяжения? Жду ответов в чате. Повторяю вопрос еще раз, почему у воды поверхностное натяжение максимальное, а у гексана минимальное? Какое свойство, соответственно, за это различие? Вязкость? Нет, не вязкость. Плотность тоже нет. Заглянем глубже, заглянем внутрь самой жидкости, внутрь воды, внутрь гексана, и поищем там причину. Вот, уже Карина, молодец, не может быть, а точно это полярность. Вода это полярная жидкость, между молекулами воды, в воде, водородные связи, такой крайний случай полярных взаимодействий, практически химическая связь, пускай непрочная, чего не наблюдается в гексане. И вот за счет этой высокой связи, то есть прочной относительно связи водородной внутри фазы воды, между молекулами, на поверхности возникает высокое поверхностное натяжение, которое намного выше, чем у гексана. То есть ответ правильный, Карина, молодец, это полярность. Разница в полярностях. Некоторые свойства поверхности, которые мы рассмотрим, самое как бы для нас важное, с точки зрения, наверное, медицины, это сорбция. Сорбция это такой универсальный термин, который объединяет различные процессы, связанные с самопроизвольным поглощением газов или растворенных веществ, поверхностями или всем объемом твердых материалов или жидкостей. Проще говоря, когда на поверхности или в объеме какой-то одной фазы, например, на поверхности жидкости или в объеме жидкости, или на поверхности твердого тела происходит самопроизвольное накопление растворенных веществ или газообразных молекул, то это сорбция. Это сорбция. При этом выделяют несколько видов сорбционных процессов. Мы рассмотрим самый такой распространенный. Это адсорбция. Перед этим адсорбцием, то есть впереди стоит перед словом сорбция, а и д. Адсорбция. Это все то, что мы сказали про сорбцию, как самопроизвольное накопление одних веществ на других, на материалах, на твердых, на жидкостях. В случае адсорбции происходит концентрирование этих веществ на поверхности, на границе раздела фаз, а не в объеме. И то вещество, на поверхности которого происходит накопление, называется адсорбент, а то вещество, которое накапливается, адсорбат или адсорбтив. Подумаем вместе и вспомним, где мы с вами сталкивались в жизни в разные периоды с понятиями или с явлениями сорбции, адсорбции, с адсорбентами, сорбентами, адсорбатами, сорбатами. В общем, с тем, что мы сейчас, о чем мы сейчас говорим. Где мы с этим сталкивались? Ваши версии для чата. Ну, я пойду дальше, но жду ваших каких-то идей. Активированный уголь. Молодцы! Да, активированный уголь это один из энтеросорбентов, который как раз созвучен энтеросорбент, сорбция. Вот все его вспомнили, но не только. Я уверен, что сейчас, когда с водой в Крыму не очень хорошо, вода идёт не очень чистая, многие из нас пользуются дома чем? И вот это то, чем мы пользуемся, тоже работает по принципу сорбции. По принципу сорбции каких-либо веществ, загрязнителей из воды, и тем самым вода очищается. Да, мы называем его фильтр, но там есть помимо фильтрации, ещё и процесс сорбции. Специальные сорбенты, вот эти картриджи, которые мы покупаем, да, силикогель может быть в частности. Хорошо, молодцы, идём дальше. Значит, основным уравнением математическим, которое позволит нам посчитать уровень адсорбции, это уравнение гипса. Опять же, этот самый гипс, американский учёный, который энергию гипса нам предложил в термодинамике, и тем самым позволил нам ответить на вопросы, может ли процесс протекать самопроизвольно или нет. Здесь адсорбция выражается величиной Г, и адсорбция гипса, и выражается в молях вещества на метр квадратной поверхности. Количество вещества в поверхностном слое, приведённое на единицу площади поверхности. Моль вещества на метр квадратный. В самом уравнении адсорбции мы можем увидеть знак минус перед основным уравнением. С – это концентрация, концентрация растарённого вещества, которое адсорбируется, и которое мы называем адсорбатом. Сигма – это поверхностное натяжение, ну и С – это тоже концентрация, Р и Т – это понятно, газовая постоянная и температура. Согласно этому уравнению, величина минус дельта сигма, делённая на дельта С, является показателем поверхностной активности. Это поверхностная активность. Ну или по-другому, это как меняется поверхностное натяжение жидкости с увеличением концентрации растворённого вещества. Это важный момент. Ну, наверное, если вы подумаете, то вы даже сами можете ответить, что будет происходить, какой процесс будет происходить самопроизвольно в такой системе, как будет меняться поверхностное натяжение с увеличением концентрации. Вот. Ну, мы сейчас это подробненько разберём. Значит, хотелось бы, чтобы вы себе отметили, если вы там что-то где-то отмечаете, что поверхностная активность показывает, как меняется поверхностное натяжение, то есть Δ7 с изменением концентрации ΔС, взятое с обратным знаком. Чисто математически отсюда вытекает, что если мы увеличиваем концентрацию, а поверхностное натяжение снижается, то такое вещество будет обладать большой поверхностной активностью, положительной. Ну и наоборот, если с увеличением концентрации поверхностное натяжение будет увеличиваться, то вся дробь будет иметь отрицательное значение, значит поверхностная активность будет отрицательной, низкой. Посмотрим на слайд. Ведём понятие очень важных соединений. Практически мы с вами с ними сталкиваемся ежедневно, не по одному разу, а многократно. Если вы заглянете в состав любых шампуней, зубных паст, мыла, даже многих лекарственных препаратов, вы там увидите в составе поверхностно-активные вещества, сокращённо ПАВ. Ну, конечно, так именно не пишут, что это ПАВ, а пишут конкретное химическое название, но по своей структуре, по смыслу, это именно поверхностно-активные вещества. Согласно нашему показателю поверхностной активности, или минус Дельта Сигма делить на Дельта С, то вещества, для которых при увеличении концентрации С стрелочка вверх, поверхностное натяжение Сигма стрелочка вниз снижается, что то же самое, как Дельта С будет больше нуля, Дельта Сигма будет меньше нуля, а сама поверхностная активность будет больше нуля, адсорбция будет положительной, больше нуля, Г, адсорбция гипса, больше нуля. Такие вещества, которые вызывают вот такой вот эффект, вот такие вот изменения, называются поверхностно-активными веществами, сокращенно ПАВ. Поверхностно-активные вещества по-простому снижают поверхность и натяжение при добавлении их в жидкость. Это любые мыла, это любые моющие средства, это любые молекулы, имеющие дефильную структуру. Смотрим на слайд, выделено синим. Дефильная означает, что у них есть в структуре одновременно и гидрофобный радикал, то есть углеводородный радикал, ну и также есть полярная, гидрофильная функциональная группа. Некоторые из них показаны на слайде. Кармоксидная группа, спиртовая, аминогруппа, вы можете продолжить этот список. Ну и пример, то есть пример показан в виде кислоты, кислота, наверное, вам известна, раз, два, три, четыре, пять углеродных атомов, то есть сам вот этот вот хвост, так называемый, или гидрофобный радикал, он здесь представлен четырьмя атомами, углерода, а гидрофильная часть молекулы, полярная, представлена карбоксидной группой. Такие молекулы, имеющие дефильную структуру, обозначаются, как показано на слайде, в виде палочки с кружочком. По-другому, вот эта часть, которая показана линией или палочкой, называется гидрофобный радикал, или хвост, не полярный, а вот этот кружок называется полярная голова. Ну и еще одни молекулы, которые вам знакомы, может быть даже лучше, чем те, которые мы сейчас рассматриваем, и тоже обладающие дефильной структурой, показаны на слайде внизу справа, со знаком вопроса. Чем бы вы заменили знак в знаке вопроса? Напишите мне. Что же это за молекулы, которые обладают такой же структурой, но в отличие от того, что мы разбирали, содержат два гидрофобных радикала, два хвоста? Что же это за такие молекулы? Мы будем их изучать позже. в разделе органической химии, но, наверное, вы их знаете, потому что из них состоят мембраны клеток, и структуру мембраны вы разбирали на биологии. Поэтому, да, Илья совершенно верно, это фосфолипиды. Это могут быть и сфинголипиды, гликолипиды, но да, у них есть два остатка жирной кислоты, которые образуют вот такие вот хвосты, неполярные. Хорошо, идем дальше. Адсорбция на границе раздела жидкость-газ. Это все то, что было сказано про поверхностно-активные вещества. Это именно об адсорбции на границе раздела жидкость-газ. То есть, адсорбируются, самопроизвольно накапливаются, концентрируются на поверхности жидкости именно поверхностно-активные вещества. Самопроизвольно означает, что при этом дельта-ж поверхности или свободная энергия гипса поверхности снижается, так же, как снижается и поверхностное натяжение. Помним, да, что поверхностное натяжение это энергия гипса, приходящаяся на площадь поверхности С. Так вот, когда снижается энергия гипса, снижается и поверхностное натяжение. Это такой термодинамический принцип адсорбции на границе раздела жидкость-газ. Ну и далее, в зависимости от того, как происходит эта адсорбция, если мы посмотрим на картинку вот здесь слева внизу, то при невысокой концентрации молекул ПАВ, ну, узнаем их, да, палочка, кружочек, это молекулы ПАВ дефильной структуры, они самопроизвольно выталкиваются на поверхность, то есть там они концентрируются, причем ориентируются таким образом, что полярная голова оказывается погружена в воду, если жидкость вода, или просто в полярную фазу, а не полярный радикал оказывается вытолкнут наружу, то есть в газообразную фазу. И при невысоких значениях концентрации, как показано на слайде, образуется ненасыщенный слой ПАВ, где вот имеют хвосты вот такую приблизительно не одинаково ориентированную природу. При дальнейшем увеличении концентрации может наступить состояние насыщенного слоя, когда все молекулы ПАВ заполнят полностью поверхностный слой, как показано на картинке справа, вот здесь, а все гидрофобные радикалы окажутся вытолкнутыми наружу и будут ориентированы перпендикулярно плоскости жидкости. Такая структура еще называется насыщенный слой, или есть у него еще один специальный термин, называется чистокол Ленгмюра. Ленгмюр это автор вот таких мономолекулярных слоев, когда он имеет толщину в одну молекулу. Это состояние предельной адсорбции. Зависимость адсорбции от концентрации при постоянной температуре носит название изотермы изотермоадсорбции и для молекул ПАВ изотермоадсорбции показано на слайде. При низких концентрациях идет нарастание молекул в поверхностном слое практически линейно. Потом по достижению максимального количества молекул на поверхности возникает насыщенный слой и на изотерме возникает перегиб и далее при дальнейшем увеличении концентрации молекул в растворе молекул ПАВ их концентрация в поверхностном слое уже не меняется. Достигнуто состояние предельной адсорбции. Это важная изотерма. Если бы мы сейчас с вами были в эволюционном зале я бы попросил вас еще построить аналогично такой изотермии изотермо поверхностного натяжения. Это хороший опыт по которому вы можете себя проконтролировать понимаете вы о чем идет речь или не понимаете. Кому интересно можете попробовать нарисовать на листке бумаги или где вы там пишете что-то если пишете изотерму поверхностного натяжения. Это будет зависимость у которой будет также постоянная температура изменение концентрации то есть ось х останется без изменений а вместо адсорбции по оси у будет поверхностное натяжение не адсорбция г а поверхностное натяжение попробуйте адсорбция на твердых поверхностях имеет некоторые отличия от адсорбции на границе раздела жидкость газ или жидкость жидкость прежде всего это то что адсорбция идет по активным центрам поверхность твердых тел не однородна и поэтому адсорбция происходит только по определенным зонам поверхности которые называются активные центры с активными центрами мы с вами недавно сталкивались может быть вы даже вспомните где и напишите мне в чате название темы где вы сталкивались с понятиями активных центров на поверхности твердых тел далее по активным центрам адсорбция может иметь мономолекулярный характер это значит что может образоваться слой адсорбционный толщиной в одну молекулу как показано на картинке слева вот здесь вот это вот выпуклость на поверхности неоднородность это активный центр вот эти молекулы которые показаны желтым цветом это молекулы адсорбата молекулы адсорбата которые на картинке слева представлены в виде мономолекулярного слоя слой толщиной в одну молекулу при этом изотермоадсорбции которая показана снизу внизу имеет такой же характер такую же форму как изотермоадсорбции пап на жидких поверхностях кроме того при определенных условиях толщина слоя адсорбционного слоя может быть больше чем одна молекула и тогда адсорбция будет называться полимолекулярной на картинке справа показана приблизительная картина полимолекулярного слоя где образуется первый слой мономолекулярный потом этот первый слой становится как бы новым активным центром но уже с меньшей адсорбционной способностью на нем адсорбируется следующий слой он становится следующим адсорбционным центром активным центром и так далее по мере удаления от поверхности сила взаимодействия с молекулами адсорбата уменьшается поэтому видим убывание молекул по мере удаления их от поверхности на изотермо адсорбции при этом появятся дополнительные перегибы внизу нам показано изотермо адсорбции полимолекулярные карина ну как бы до близко но я ожидал что вы конкретизируете где именно потому что в самой кинетике там где мы изучали скорость там много чего его разбирали еще больше вы разбирали на практических занятиях подумайте еще может вспомнить им так вот значит на изотермо адсорбции полимолекулярные возникают перегибы где первый перегиб означает формирование первого слоя потом идет нарастание это формирование второго слоя затем опять насыщение адсорбция предельная второго слоя и так далее сколько слоев столько перегибов будет на изотермо адсорбции понятно ли вам о чем я рассказываю мне сложно понять вашу обратную связь я вижу всего пару человек который реагирует хоть как-то там пытаясь что-то ответить что-то понять не что хорошо но хотелось бы что вас было больше сейчас мы сделаем минут пять перерыв поскольку учтение онлайн и слушание онлайн дело непростое это не то что в зале можно поспать так что мы сейчас делаем 5-7 минут перерыв и потом продолжим можете пока подумать о тех вопросах на которых я вам говорил что онлайн дело не сделала? Продолжение следует... 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 Нам с вами нужно запомнить несколько важных терминов, предлагаю их где-то себе отметить. Если слово аэрозоль вам, наверное, хорошо известно, многие косметические средства, многие краски, многие лекарственные препараты выпускаются в форме аэрозолей. Как мы говорим часто, пшикнуть из баллончика, это значит создать аэрозоль. Это когда дисперсная фаза будет измельчённая, или твёрдой, или жидкой, а распыляется это всё в дисперсионную среду, имеющую газообразный характер. Это называется аэрозоль. Твёрдые или жидкие частички, распределённые в газообразной среде. Созвучно со словом аэрозоль слово золь. Вот это слово, скорее всего, будет для вас новым, но вы его обязательно должны знать. Золь – это дисперсная система, в которой дисперсная фаза имеет твёрдый характер, или является твёрдым веществом, а дисперсионная среда – жидкая. А размер частиц при этом будет находиться в пределах от 1 до 100 нанометров, или от 10-9 до 10-7 в метрах. Вот это называется золем. У золи есть определённые свойства, мы там чуть позже, может быть, поговорим об этом. Золи внешне практически похож на истинный раствор. Он может быть таким же прозрачным, он может быть таким же невязким. Но у него есть ряд характерных свойств, которые вы его даже если будете фильтровать через обычный фильтр, он у вас пройдёт и будет вести себя как истинный раствор. Но есть несколько определённых свойств, мы чуть позже поговорим, которые отличают золь от истинного раствора. Ещё одно слово, новое термин – суспензия. Может быть новая, может быть нет. Но отмечаем, что суспензия – это то же, что золь. Фаза твёрдая, среда жидкая, но размер частиц во много раз больше. От 0,1 до 100 уже микрометров. Если золи – это нанометровые размеры, то суспензии имеют микрометровые размеры. Ну и как следствие, суспензии мутные. Они содержат частички, которые легко оседают под действием силы тяжести, образуют осадки. И вот если вы вспомните какую-то реакцию, которую мы делали на занятиях, которая сопровождается выпадением осадка, то на первом этапе, как только начинает образовываться твёрдая фаза – это суспензия. Частички видны, как помутнение, как такой слегка мутный раствор. Потом они становятся больше, их становится больше по количеству, и они оседают, как осадок. В принципе, это похоже на поведение суспензии. И ещё один термин – эмульсия. Тоже эмульсия, наверное, может быть, вы слышали это слово. Это дисперсная система, в которой обе фазы – и дисперсная фаза, и дисперсионная среда – жидкая. То есть жидкость распределена в жидкости, но не так, как этанол с водой смешивается и образует истинный раствор. А как, например, масло и вода. То есть да, масло может быть плёночкой на воде, но если её хорошо потрясти, заставить капельки масла равномерно быть распределёнными в объёме жидкости, то мы будем говорить о том, что мы эмульгируем масло в воде. И вот здесь, для эмульгирования, для того, чтобы такая система была стабильна, нам бы могли пригодиться те самые вещества, которые мы назвали ПАВ. Поверхностно-активные вещества. Они бы адсорбировались на границе разделов двух жидкостей, снизили бы разницу в поверхностном натяжении, и таким образом позволили одной фазе лучше смешаться с другой фазой. То есть эмульсии чаще всего получают при добавлении поверхностно-активных веществ. Ну, если у нас всё будет хорошо, и вы выйдете в очные занятия на кафедру, у вас будет такая лабораторная работа. Ну, а если нет, можем посмотреть видео какое-нибудь чуть позже. Значит, запомнили, да? Основные виды дисперсных систем, которые имеют отношение к химии, к медицине в том числе, к фармацевтическому направлению, это аэрозоли, золи, суспензии и эмульсии. Кроме того, существуют золи или существуют дисперсные системы. Мы будем часто использовать термин золи, потому что в основном мы рассматриваем именно такие дисперсные системы, с таким размером частиц, от 1 до 100 нанометров. Это наиболее такой показательный для коллоидной химии объект. Так вот, золи или дисперсные системы в целом могут иметь гидрофильный характер и гидрофобный характер. Вот на слайде показано два типа дисперсных систем. Гидрофобные дисперсные системы не взаимодействуют с растворителем, они его как бы боятся, отталкивают. Это слово repulsion, которое показано здесь как стрелочка в два конца направленная. Это отталкивание частиц, которое не дает им столкнуться и образовать более крупную частицу. А гидрофильные дисперсные системы, они наоборот взаимодействуют с растворителем. За счет того, что на их поверхности есть гидрофильные функциональные группы полярного характера, они будут сальватироваться водой, гидротироваться и образовывать более-менее устойчивые гидрофильные дисперсные системы. Из того, что вы видите на слайде, можно было бы сделать вывод, что более устойчивыми системами являются гидрофильные, менее устойчивыми гидрофобные. Устойчивость понимается с сохранением размера частиц и защитой его от укропнения. То есть дисперсность будет поддерживаться тем, что частички, имеющие такую форму и такой размер, они сохраняют свою дисперсность, сохраняют свою форму. Это говорит об их устойчивости. Если бы этого не было, они бы вместе столкнулись, образовали бы осадок. Так вот, как вы думаете, вопрос хотел вам задать, как вы думаете, какие системы более устойчивые, я уже практически на него ответил, и почему, допустим, гидрофобные дисперсные системы, которые не взаимодействуют с водой, все-таки могут быть устойчивыми. Вот здесь на слайде есть ответ на этот вопрос. Видите вы его или нет? Попробуйте ответить. Почему дисперсные системы гидрофобного характера устойчивы? С гидрофильными все понятно, да? У них есть функциональные группы, они гидрофильные системы, они устойчивы. А в гидрофобных этого нет. Как вы думаете, почему все-таки гидрофобные дисперсные системы могут быть устойчивы? И далее мы как раз будем разбирать причину этого. Да, они отталкиваются друг от друга, но по какой-то причине Айдер. Потому что если бы не было этой причины, то частички гидрофобные, находясь в воде, они бы старались от воды спрятаться, они бы старались оттолкнуться от нее, и они бы собирались в такие большие агрегаты, которые бы говорили о том, что дисперсность нарушается. Нарушается состояние дисперсной системы, и формируется обычный осадок, как двухфазная система, твердая жидкая. Из-за разных зарядов. Но уже теплее. Но откуда берутся эти заряды? На слайде видно, что это возникает только в том случае, если кругом есть частички заряженные, ионы. И эти ионы будут адсорбироваться, накапливаться на поверхности твердой частицы, придавая ей заряд. И как частицы одноименного заряда, они будут уже отталкиваться. И тогда они не смогут слипнуться, агрегировать, и система будет устойчива. Ответ на вопрос, почему гидрофобные и дисперсные системы могут быть устойчивыми, может быть таким, что из-за адсорбции ионов в растворах электролита и формирования заряда на поверхности твердых частичек, одноименного заряда, который вызывает силу отталкивания и не дает частицам агрегировать. Вот далее мы как раз должны будем разобрать очень важный момент, который является, как это говорится, основным практическим навыком в этой теме. Это умение составлять формулу коллоидной частицы, показывать ее структуру в разных растворах. Весь идет, пойдет о гидрофобных коллоидных частицах, которые находятся в среде электролитов, ну и, например, могут быть получены, как вот показано на слайде, по реакции обычной двойного обмена, когда в результате нее образуется какая-то частица, нерастворимая в воде, как, например, аргентум йод. Именно аргентум йод будет основой для вот этой гидрофобной коллоидной частицы. Значит, здесь я бы попросил вас все-таки, это даже вот просто пока ничего не понимаем, нарисовать то, что вы видите, чтобы ваши руки, ваш мозг соединились вместе, может быть, какие-то мои слова там будут услышаны, и тогда, может быть, будет проще потом разобраться в этой теме. Значит, о чем идет речь? О том, что коллоидную частицу и коллоидный раствор, золь, нашими терминами, можно получить по вот такой вот реакции, когда она сопровождается образованием малорастворимого вещества, аргентум йод. Условием получения именно коллоидного раствора, а не обильного осадка, внимание, является наличие избытка одного из реагентов. Это важно. Это может быть как избыток калийод, так и избыток аргентума внутри, просто будет другая структура. Но избыток должен быть. Если же избытка не будет, то не будет и коллоидного раствора, а будет просто обильный осадок, который вы могли видеть на практикуме. Как получают коллоидный раствор вот по такой схеме? Первый раствор едит калия в растворе, как избыток, достаточно разбавленный раствор, и к нему по каплям медленно, при интенсивном перемешивании, прибавляет второй раствор нитрата серебра в нашем случае. Как только первая капля нитрата серебра попала в избыток едитокалия, началась реакция, и начинают образовываться молекулы аргентум йод. Они начинают агрегировать, собираться вместе, и такая частичка называется агрегат. Она здесь показана, как М в скобках аргентум йод. То есть М молекулы аргентум йод собрались в одну частичку, вот, агрегировали, это называется агрегат. Агрегат стал твердой поверхностью, то есть новой фазой, на которой может идти адсорбция ионов. Это адсорбция ионов, вот видели там раньше, да, как ионы, пока бы оказывались на поверхности, подчиняются специальному правилу, которое называется правило Панета Фаянса, и оно говорит о том, что в первую очередь будут адсорбироваться те ионы, которые есть в избытке, и которые входят в состав вот этого агрегата. Вот посмотрите, у нас в избытке йодит калия, то есть есть, следовательно, ионы калия в избытке, ионы йода. И только ионы йода входят в состав аргентум йод как агрегата. Следовательно, именно йод будет адсорбироваться в первую очередь, образуя следующий слой, или заряженный слой на поверхности агрегата. Мы это показываем условно, как n ионов йода на поверхности агрегата. Можем это смоделировать вот на такой картиночке, как показано справа внизу. В центр, в кружочек, мы помещаем m-молекулы аргентум йод как агрегат, и показываем, что это образовалась новая фаза. Далее, на этой поверхности адсорбируется ион йода. Мы можем показать это любым числом, но здесь показано числом 9. 9 ионов йода адсорбировались на поверхности. В результате частица, бывший агрегат, приобрела заряд. В нашем случае это отрицательный заряд. И такая частица носит название ядро. Ядро будущей мицеллы. А мицелла это как раз коллоидная частица полностью структурированная. После образования ядра, который имеет заряд, к нему из раствора будут притягиваться противоионы. Ионы, имеющие противоположный знак заряду ядра. В нашем случае это ионы из избытка, ионы калия. Эти ионы распределятся на два уровня. Первый уровень будет близок находиться у поверхности ядра. Вот он. Здесь показано, что таких ионов у нас вот сколько тут? 5, да? Ну и второй уровень, который расположен дальше, это оставшиеся ионы, которые нужны для полной нейтрализации заряда ядра. Это 4 иона калия. Таким образом, ионы противоположного знака распределяются на два слоя. Первый называется адсорбционный слой противоионов. Мы его показываем, как N, N, минус какое-то число X, ионов калия зарядом плюс. В результате адсорбционного слоя формируется важная по свойствам частица. Эта частица имеет заряд такой же, как и по знаку, такой же, как и ядро, и называется гранула. Видите, в нашем случае минус – это заряд ядра, и он же сохраняется у гранулы. Гранулу мы взяли в фигурные скобки, чтобы ее выделить. И ее заряд, который будет в нашем случае X-, будет равен разности между слоем вот этим, как N со знаком минус, и зарядом вот этого слоя, слоя противоиона, N-X со знаком плюс. В нашем случае математически это получится, что заряд гранулы X с минусом. Если мы рассмотрим пример, который внизу, то вы можете написать мне в чате, какой же будет заряд гранулы в цифрах, уже цифры. Вот на картинке показано здесь внизу справа. Если вы понимаете, о чем я говорил, то здесь легко посчитать заряд гранулы, вот по той структуре, которая показана вот здесь. Вторая часть противоионов, которая необходима для нейтрализации заряда ядра, расположена дальше от ядра 5. Но не совсем 5. Айдеры. Почти. Ну, на один ошиблись. Или я, то же самое. Вот. Значит, остальные ионы калия, которые нужны для нейтрализации заряда ядра, будут расположены дальше, и, следовательно, их свойства будут другим. Они будут подвержены диффузии, и поэтому такой слой называется диффузный слой противоиона. Вот Майя, Анастасия, да, молодцы, 4, да, как 9 минус 9 у нас вот здесь минус 5. Получается 4 со знаком минус будет заряд ядра, вот в этом, заряд гранул в этом примере. Значит, диффузный слой противоионов расположен дальше, имеет такой же знак, как и противоионы, поскольку это одни и те же ионы, вот, но они подвержены диффузии, и поэтому, когда частичка начинает двигаться, повышается температура, то эти ионы могут отслаиваться, вот эти ионы могут отслаиваться, формируя заряд гранулы, именно от заряда гранулы, который в нашем случае в общем х с минусом, а на картинке 4 с минусом, будет зависеть специальные свойства коллоидных частиц, как способность перемещаться в электрическом поле, или создавать электрический ток за счет своего передвижения. Давайте пару минут осмыслим все то, что я долго рассказывал, и может быть вы зададите какие-то вопросы по структуре мицеллы. А мицелла это вся структура вместе, включая ядро, ионы, придающие заряд коллоидной частицы, называющиеся потенциалоподеляющими ионами формирования ядра, далее противоионы, которые образуют адсорбционный слой и диффузный слой. Все вместе это уже может сальватироваться водой, П-молекул воды, и вся вот такая структура называется мицелла. Как вы понимаете, что заряд мицеллы какой? Попробуйте написать в чате. Если заряд гранулы мы с вами установили в этом примере минус 4, минус 4, то айдер правильно, то мицелла будет нейтральна, потому что ее заряд, который идет от потенциал определяющих ионов, будет полностью скомпенсирован противоионами калия. Полностью будет скомпенсирован. Хорошо, еще вопросы есть какие-то? Если бы мы с вами были сейчас на лекции в зале, я бы попросил вас нарисовать структуру мицеллы, используя вот этот слайд в качестве примера при избытке аргентома нутри. Давайте хотя бы подумаем. Я понимаю, наверное, это нереально. Может быть, кто-то сейчас нарисует или попробует нарисовать. Что изменится в структуре мицеллы, если избыток будет не эдидокалия, а нитрата серебра? Подумайте, попробуем обсудить это в чате. Что изменится в структуре мицеллы, если поменяется избыток реагента? давайте еще пару-тройку минут перерыва на обдумывание и на написание в чате тех изменений, которые мы можем ожидать при смене избытка. количество у вас присутствующих еще более сократилось. У нас было там 30 всего сколько у вас было 30 8 37 сейчас уже 29 30 вот тут еще подсоединился. Очень мало вас, но тем не менее. Уменьшенное количество нет Айдер не совсем вернее совсем нет. Поменяется все полностью внимательно посмотрите подумайте избыток формирует весь вот этот слой все заряженные части в мицелле а тут он поменяется на другой прежде всего поменяется что другое где карина которая у нас правильно отвечала на вопросы что у нас вы думаете моя уже первая правильно ответила на вопрос Альмия Илья Анна Альмия 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 Вот уже хорошо Анастасия в ядре правильно прежде всего йод поменяется на серебро это значит что потенциал определяющий ионы от которых зависит заряд всей коллоидной частицы именно гранулы поменяются да какой же заряд коллоидной частицы будет если избыток будет аргентом ИНО3 в случае избытка едида калия заряд коллоидной частицы отрицательный я рассматриваю гранулу это та самая заряженная частица которая ведет себя как именно частица вот а если аргентом ИНО3 будет в избытке то что поменяется какой заряд будет коллоидной частицы да поменяется то есть вместо йода будет серебро а вместо иона в калии будут ионы НО3 нитрат ионы что в этом месте что за фигурными скобками то есть в диффузном слое ну и поменяется весь заряд коллоидной частицы частица станет положительно заряженной и вся ее структура изменится кроме агрегата агрегат останется тем же самым ну двигаемся дальше рассмотрим некоторые свойства дисперсных систем первая группа свойств будет называться молекулярно-кинетические свойства молекулярно-кинетические означают что они связаны с размером частиц и способностью их к движению молекулярно-кинетические свойства ну очевидно что молекулярно-кинетические свойства будут зависеть от размера частиц чем больше частицы дисперсной фазы тем хуже они будут двигаться медленнее а при каком-то достаточно большом их размере они перестанут двигаться вовсе например если мы сравним золи и суспензию то в золях молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем выражены больше значительной степени а в суспензиях гораздо меньше степени потому что в суспензиях в десятки раз больше размер частиц основными свойствами такого рода являются броуновское движение наверно в школе вы проходили до броуновское движение зигзагообразное движение частицы дисперсной фазы которая возникает за счет соударения с молекулами дисперсионной среды чем меньше размер частиц дисперсной фазы тем более выражено броуновское движение с крупными частицами такого не происходит то есть частички дисперсионной среды а именно молекулы или ионы за счет теплового движения испытывают постоянные соударения с крупными частицами дисперсной фазы и при определенных условиях придают им тоже движение они могут зигзагообразно двигаться что можно наблюдать в микроскоп диффузия и осмос мы с вами недавно изучали это для истинных растворов как коллигативные свойства они зависят от концентрации частиц и в данном случае они тоже могут наблюдаться но значительно меньшей степени опять же это связано из-за большого размера частиц концентрация намного ниже частицы намного больше поэтому диффузия и осмос выражены гораздо слабее на любой вопрос связанные вот с бронском движением диффузии осмос если сравнить эти свойства золя случае золя и случае суспензии вы должны четко говорить что для золи они выражены в большей степени для суспензии в меньшей степени все это связано с тем что суспензии намного больше частицы а вот сегментации немножко наоборот это новое слово давайте мы его себе где-то отметим сегментация наверное вы сталкивались что есть такой показатель соя как скорость оседания эритроцитом вот этот как раз показатель сегментации оседание частиц дисперсной фазы например тоже клетки относится к такой фазе под действием силы тяжести так суд для сегментации происходит наоборот для золи сегментация в не выражена чаще всего не происходит вообще а для суспензии сегментация на нормальное свойство если у нас какая-нибудь лекарственная форма лекарственный препарат является в суспензии то на баночке из на упаковке пишут что перед употреблением взболтать это значит что добиться более равномерного распределения частиц вот поскольку допускается сегментация это молекулярно-кинетические свойства связанные с размером частиц и способностью их в движении при переходе от золи к суспензии понятно что будет происходить со всеми тремя молекулярно-кинетическими свойствами следующая группа свойств будет называться электрокинетические свойства или часто говорят явления электрокинетические явления электрокинетические это значит что они связаны с зарядами электро а кинетические с движением первое такое свойство возможно вы слышали электрофорез наверное некоторым из вас делали в жизни электрофорез такая лечебная процедура которая за счет электрического тока улучшает доставку лекарственного препарата в место поражения там необходимое место куда нужно вести лекарственный препарат говоря химическим языком электрофорез это движение частиц дисперсной фазы в электрическом поле по действиям внешнего электрического поля и скорость электрофореза определяется специальной величиной новая для вас величина называемая дзета потенциал такая буковка дзета я бы показал как она пишется руками но к сожалению не могу вот на практических занятиях попробовать это такой зигзаг пера или ручки вот буквах буковка дзета ну можно было бы спросить вас наверное это будет тяжело понять да все таки что определяет величину дзета потенциал от которого в свою очередь зависит скорость электрофореза из того что мы только что вот там слайд два назад рассматриваем что же в общем то показывает величина дзета потенциала ну есть идея напишите от чего зависит величина дзета потенциала в тех терминах о которых мы только что говорили ну видимо нет идей когда мы вернемся немножко назад на тот слайд где мы это все разбирали вот сюда и величина дзета потенциала будет характеризоваться величиной заряда гранулы заряда гранулы если в этом примере который здесь показано слайде заряд гранулы x с минусом и хотя он действительно прикрыт диффузным слоем противоионов и нейтрализован но как только частица начинает двигаться диффузный слой противоионов отслаивается и заряд коллоидной частицы заряд гранулы становится показателем дзета потенциала то есть ответ на вопрос по дзета потенциала он определяется зарядом гранулы зарядом коллоидной частицы а именно гранулы вот и следующее электрокинетическое свойство это электроосмос аналогии с осмосом это движение дисперсионной среды то есть жидкости относительно неподвижной дисперсной фазы под действием электрического поля в этом случае в случае электроосмоса дисперсная фаза оказывается неподвижной неподвижные такое иногда наблюдается в пористых материалах то есть пористый материал это такой агрегат из большого количества частиц внутри есть поры где может перемещаться жидкость и вот в таком случае под действием внешне электрического поля возможно движение дисперсионной среды относительно неподвижной дисперсной фазы и еще два вернее свойства электрокинетического характера это потенциал иногда говорят что это обратные свойства здесь первые два это сами частицы двигаются или всегда двигается то потенциал сегментации или течение это два разных потенциалом возникает как следствие с перемещение частиц в электрическом поле как любой электрический ток если говорить о сегментации то это потенциал возникающий при оседании частиц и опять же связано с величиной зета потенциала ну а если течение то это когда жидкость имеющая коллоидный характер течет по трубе то в разных точках этой трубы может быть разность потенциала иногда даже система отопления которая представляет собой как раз такую систему где перетекает жидкость несущая в себе частицы ржавчины там оксида железа вот и за счет вот такого потенциала могут возникнуть значительные разницы в потенциале значительный электрический ток который может даже при отсутствии заземления нанести ущерб потенциал сегментации потенциал течения все электрокинетические свойства связаны с величиной зета потенциала зета потенциала электрокинетические свойства для наглядности показаны на следующем слайде посмотрим на них электрофорез да здесь коллоидная частица конечно показана в сильно увеличенном виде чтобы видеть что с ней происходит внешне электрическое поле синий минус малиновый плюс коллоидная частица начинает двигаться в электрическом поле она разделяется на гранулу и диффузный слой диффузный слой двигается в одном направлении к плюсу в данном примере гранула двигается к минусу влево за счет того что они расслаиваются возникает заряд коллоидной частицы зета потенциал и от него зависит скорость перемещения в электрофорезе электроосмос удобно показать в такой у-образной трубке снизу вот эта зона это пористый материал или же неподвижная дисперсная фаза сверху дисперсионная среда и при наличии электрического тока будет происходить смещение дисперсионной среды из одной зоны в другую по этой картинке даже можно сказать какой зета потенциал будет у нашей твердой фазы и сегментации потенциал сегментации жидкость в стакане была равномерно распределенной то есть дисперсной системой за счет оседания частички дисперсной фазы двигаются вниз по действиям силы тяжести и создают разность потенциалов которая зависит от зета потенциала которую можно зафиксировать прибором как показано на картинке как показано на картинке электрокинетические свойства оптические свойства еще одна категория свойств оптические свойства дисперсных систем характеризуется эффектом тиндаля эффект тиндаля это оптический эффект который связан с рассеиванием света который проходит через коллоидный раствор и наблюдается как светящийся конус на темном фоне или в темном помещении луч света как показано на картинке проходя через раствор желтого цвета практически не виден видно немножко но не сильно но проходя через раствор красного цвета весь луч пучок света становится видимым это явление светорассеяния и эффект тиндаля по эффекту тиндаля можно отличить истинный раствор от коллоидного то с чего я вам начал говорить когда мы начали тему коллоидные растворы это одно из тех свойств которое отличает золи от суспензии или от истинных растворов ну суспензия просто мутна и там все просто отличить а вот золь если мы даже посмотрим на этот пример который на картинке в случае золя луч света виден и такой раствор рассеивает цвет а другой раствор не виден ну или почти не виден это скорее всего истинный раствор или близок по свойству к истинам вот явление светорассеяния широко распространено в окружающей среде в природе и я бы хотел задать вам домашнее задание значит те эффекты которые вы наблюдаете в природе в окружающей среде связаны со светорассеянием но когда вы смотрите на небо оно голубое синее а когда вы смотрите на закат он оранжевый красный почему это так как объяснить синий цвет неба и красный или оранжевый цвет заката это связано с как раз вот этим свойством рассеивания света вот ну это отвечать можно не сейчас и даже лучше не сейчас а чтобы вы посмотрели эту информацию ну и могли друг другу друзьям рассказать почему небо голубое а закат оранжевый или красный еще один взгляд на эффект киндаля вот как раз здесь видно что истинные растворы отличаются от коллоидных растворов именно по светорассеянию луч света проходя через истинный раствор не виден когда он проходит через коллоидный раствор второй раствор луч света становится видимым это тоже эффект киндаля и способ различить истинный раствор от коллоидных когда у вас будет лабораторная работа вы можете взять указочку и посвятить на ваши растворы чтобы убедиться что это так это если конечно вы не останетесь на дистанционном обучении дальше важным свойством коллоидных растворов является коагуляция 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 это не столько свойство коллоидных растворов сколько проявлением их неустойчивости нарушение их неустойчивости ну если давать определение коагуляции то это необратимое нарушение устойчивости коллоидных растворов связанная с необратимой агрегацией, слипанием частиц и дальнейшей их сегиментацией. Видите, сразу сколько терминов. Коагуляция, необратимая агрегация, сегиментация частиц дисперсной фазы. Вот сколько слов, сколько терминов есть в одном определении коагуляции. Ну а сама коагуляция достаточно наглядно показана на слайде. Слева у нас есть коллоидный раствор, скорее всего гидроксида железа, имеющий такой оранжево-красный характер. Но стоит добавить в него несколько капель электролита, один из серьезных факторов, вызывающих коагуляцию золи. Как происходит укропление агрегации частиц, они начинают становиться видимыми, появляется помутнение, после чего частички оседают, подвергаются сегиментации, как показано на картинке справа. Вот это явление, этот процесс необратим и носит название коагуляция. Коагуляция встречается и в живых системах, например, свертывание крови может быть признаком, или может быть оценена как коагуляция. Коагуляция важна, и мы поговорим чуть-чуть более подробно. Если мы вызываем коагуляцию электролитами, то есть два термина. Первый называется порог коагуляции, или минимальная концентрация электролита, которая вызывает коагуляцию. То есть, заметное, видимое образование помутнение, образование осадка. Коагуляция и порог коагуляции можно посчитать по формуле. Формула уже в очередной раз вам должна быть знакома. Мы похожую формулу видели уже, наверное, раза два или три даже в курсе лекций. Вот недавно такую же формулу вы видели на прошлой лекции. Но для расчета другого показателя, какого, можете просмотреть лекцию и вспомнить. В случае порога коагуляции, в которой обозначается гамма, это концентрация добавляемого электролита умножена на объем электролита, то есть число моли электролита, поделенное на общий объем золя в литрах. В результате получается моль на литр, или порог коагуляции. Порог коагуляции можно экспериментально определить методом титрования, таким, как мы с вами на практику мы проходили. Величина обратная порогу коагуляции называется коагулирующая способность и характеризуется объемом золя, который может быть коагулирован одним молем электролита. Единица делит на гамма, или литр на моль. Литр на моль, то есть объем золя, который может быть коагулирован молем электролита. Литр на моль. Значит, это два количественных свойств, две количественных характеристики электролита и их способности вызывать коагуляцию. Важным правилом, которое позволит нам определить коагулирующее действие электролитов, называется правило Шульца и Гарди. У этого правила есть три положения. Обычно студенты запоминают первое, они не хотят запоминать второе и третье. Нужно запомнить все три. Это правило показывает, какое действие электролит будет оказывать на коллоидный раствор. Первая часть правила. Коагуляцию вызывает не вся молекула электролита, а только ион, заряд которого противоположен заряду гранулы. Вспоминаем гранулу. Вспоминаем, что у нее есть заряд. И в электролите нужно найти ион, который противоположен по заряду, заряду гранулы. Именно он будет коагулянтом. Далее, вторая часть. Чем выше заряд иона, тем выше его коагулирующая способность действия. Натрий, кальций, алюминий, например. Увеличивается заряд. И если этот ион совпадает по знаку, соответствует первому положению, первому пункту правила, то алюминий будет более сильным коагулянтом, чем натрий. Третий пункт. Для ионов с одинаковым зарядом коагулирующее действие возрастает с увеличением массы иона и уменьшением его гидратной оболочки. На практике, если мы берем ряды щелочных металлов, литий, натрий, кальярубиди, цезий, то в этом ряду происходит возрастание коагулирующей способности. Масса ионов, их размер растет, гидратная оболочка уменьшается. Следовательно, такой ион будет более эффективно воздействовать на коллоидную частицу и вызывать ее коагуляцию. Вот это правило Шульцегарди, его придется запомнить и использовать на практике очень широко. Ну, давайте пару минут подумаем, посмотрим на это правило. Можно было бы сопоставить его со структурой коллоидного раствора, чтобы посмотреть, где гранулы, где заряд. Ну и проанализировать все пункты правила. Вопросы можно задавать. Введем еще один термин, вот сюда как раз для третьего пункта этого правила. Что вот эти ряды ионов с одинаковым зарядом и разным коагулирующим действием называются леотропные ряды. Лео-растворитель, тропность, это способность с ним взаимодействовать. Сила взаимодействия. Тропность к растворителю, тропность к чему-либо. Леотропные ряды, значит, насколько ионы подвержены взаимодействию с растворителем, ну или с альбатацией, или гидротацией. Леотропный ряд. Можете набрать в интернете, посмотреть словосочетание леотропный ряд. Следующий термин, который мы разберем, это величина или свойство обратной коагуляции. Если коагуляция это нарушение устойчивости дисперсной системы, то коллоидная защита, которая показана на слайде, это увеличение стабильности устойчивости дисперсных систем при добавлении к ним определенных веществ, а именно высокомолекулярных веществ. Если добавление электролитов вызывает нарушение устойчивости, то добавление высокомолекулярных веществ создает коллоидную защиту. Защищает коллоид против коагуляции. Причина или механизм защитного действия показан на слайде. Возможно, он вам понятен, где зеленые кружочки, вот эти кружочки зеленые, это коллоидные частицы, а вот эти вот какие-то фиолетовые линии, кривые, это молекулы высокомолекулярных веществ, которые адсорбировались на коллоидной частице. В результате... Что-то у нас никого не осталось среди зрителей. Все ушли на фронт. О, вернулись. Так, значит, коллоидная защита. Это защита золя за счет добавления высокомолекулярных веществ, которые адсорбируясь на коллоидной частице, создают защитный слой, показанный вот этими вот фиолетовыми линиями, которые не дают частицам сблизиться на расстояние, где они могут агрегировать, коагулировать, где может происходить нарушение устойчивости. Удерживая их на достаточно большом расстоянии, таким образом высокомолекулярные вещества защищают коллоид. И теперь, если добавлять сюда электролит, то нужно добавлять большее количество электролита, чтобы вызвать коагуляцию. Ну и последний на сегодня слайд. Это коллоидные свойства крови. Кровь – это дисперсная система, в которой можно выделить две группы коллоидных систем или дисперсных систем. Первый – мы можем рассмотреть плазму и форменные элементы клетки. То есть, тогда будет дисперсионная среда плазма, а клетки крови будут дисперсной фазой. По размеру клетки крови имеют микрометровый характер, микрометровый размер. Здесь показано для эритроцитов. И следовательно, это будет микрогетерогенная фракция. И по своим свойствам они будут близки к суспензиям. Условно твердые клетки крови, форменные элементы, находящиеся в жидкой дисперсионной среде, в плазме. С другой стороны, можно подойти к плазме крови отдельно, как к дисперсной системе, где вода, количество которой может достигать 92%, будет средой дисперсионной, а растворенные в ней вещества, в частности, высокомолекулярные вещества, белки, плазмы крови, будут представлять собой ультрамикрогетерогенную фракцию, близкую по свойствам к коллоидным растворам, поскольку размер их частиц будет порядка нанометров. То есть, например, показан иммуноглобулин, гемоглобин, где определенная часть молекулы имеет нанометровый размер. Вот таким образом можно взглянуть на коллоидные растворы, на коллоидные свойства крови, именно с точки зрения коллоидной химии. Поэтому, если кровь забирается, ее просто без антикоагулянта оставить, то форменные элементы будут вести себя, как частица суспенции, они будут оседать под действием силы тяжести. Поэтому, если нужно сохранить коллоидные свойства крови, дисперсные свойства крови, используют специальные антикоагулянты. Слово созвучное – коагулянт, коагуляция, антикоагулянт. Ну, наверное, на сегодня все. У нас тут есть еще несколько слайдов, но мы, наверное, на прошлой следующей лекции на них остановимся. На сегодня все. Всем спасибо. Еще есть пара-тройка минут, чтобы вы написали вопросы, если они у вас возникнут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!